23 июня 1969 год. Авиабаза Кедайняй. На перроне готовятся к вылету четыре военно-транспортных самолета Ан-12 из 600-го военно-транспортного авиационного полка. Им предстоит совершить перелет из Каунаса в Рязань, где они должны показать свое боевое мастерство при действиях на боевых машинах десанта министру обороны СССР Андрею Антоновичу Гречко. По утвержденному плану, два самолета с техникой должны были лететь на эшелоне 6000 метров, а два с личным составом на эшелонах 3600 и 3000 метров с интервалами 8 и 10 минут. Первые три самолета вылетели без происшествий, а в 13 часов 25 минут с авиабазы Кедайняй вылетел замыкающий четвертый Ан-12 БП с позывным 08525 и занял эшелон 3000 метров. На его борту были пять членов экипажа, в том числе пилоты майор Алексей Викторович Рябцык, младший лейтенант Владимир Васильевич Приплак и капитан Николай Михайлович Маслюк, а также 91 десантник. В это время в московском аэропорту Быково готовится к вылету самолет Ил-14 с бортовым номером СССР-52018 Симферопольского объединенного авиаотряда. Ему предстоит совершить рейс 831 по маршруту Москва-Симферополь с промежуточной посадкой в Чернигове. На борт самолета поднимаются 19 пассажиров и 5 членов экипажа, в том числе командир воздушного судна Георгий Матвеевич Павленко и второй пилот Виктор Павлович Буянов. В 14 часов 7 минут экипаж Ил-14, находясь на исполнительном старте, запросил разрешение на вылет. «52018, к взлету готов». «Ил-18, взлет разрешаю, подъем до высоты 2700 метров». После чего самолет благополучно вылетел из аэропорта Быково. В 14 часов 40 минут экипаж Ил-14 вышел на связь с диспетчером юго-западного направления Московской районной диспетчерской службы и доложил. «52018, на маршруте полета наблюдаю кучевые облака и турбулентность. Разрешите набор до эшелона 3300 метров». «52018, в наборе отказано, встречный 3000. Сохраняйте высоту эшелона и обходите облачность, либо снижайтесь до 2100 или 1500 метров». Экипаж Ил-14 выбрал первый вариант, посчитав, что на нижней высоте возможно еще большая турбулентность. И сохранив высоту 2700 метров, стал обходить облачность с выходом на трассу в 30 километров южнее Юхнова, летя в том же направлении. В то же самое время самолет Ан-12 пролетел опорный пункт Юхнов и находился в том же районе, что и Ил-14. После чего диспетчер западного направления передал управление диспетчеру юго-западного направления. В 14 часов 51 минуту экипаж Ан-12, перейдя на чистоту данного направления, доложил диспетчерской службе о пролете Юхнов выше облаков на эшелоне 3000 метров. 08-525, прошу Юхнов, высота 3000. 08-525, понял вас, сохраняйте высоту 3000, следуйте в направлении Туловенёв. Сохраняю 3000, следом в направлении Туловенёв, 525-й. Это были последние слова самолета Ан-12. В 14 часов 52 минуты, в 28 километрах юго-восточнее Юхнова, летя в облаках при плохой видимости, оба самолета увидели друг друга. Это что такое? Влево давай! Самолет! Но предотвратить столкновение было уже слишком поздно. Ан-12 со скоростью 529 километров в час под относительным углом 51 градус врезался в Ил-14. Самолеты вначале столкнулись с правыми плоскостями, а затем Антонов врезался в хвостовое оперение Ильюшина. От удара у военного самолета оторвало правую плоскость крыла вместе с двигателем, после чего он перешел в штопор и понесся к земле. У пассажирского самолета оторвало правую плоскость крыла и верхнюю часть фюзеляжа, после чего он также перешел в пикирование. Ан-12 врезался в поле у деревни Выползово, а Ил-14 у деревни Троица. Расстояние между упавшими самолетами составило 3800 метров. Столкновение над Юхновым унесло жизни 120 человек. 96 человек на борту самолета Ан-12 и 24 на борту Ил-14. По некоторым неподтвержденным данным, погибших на самом деле было 121, так как старший лейтенант Борис Филатов взял с собой четырехлетнего сына. Причем на стартовом командном пункте ребенка не пропускали дважды. Тогда Борис Филатов укрыл сына офицерской плащ-накидкой и таким образом пронес его в самолет. Борис Филатов вез сына в Рязань к своей теще. Место катастрофы предоставляло собой удручающее зрелище. Поваленные деревья, догорающее пламя. Обломки самолета разбросаны в радиусе примерно 100-120 метров. И среди этих кусков раскаленного металла тела погибших. Даже мне, прошедшему всю войну от звонка до звонка, было тяжело видеть это человеческое место. Часов в 9 утра на место катастрофы прибыл командующий военно-транспортной авиации маршал Скрипко. Через несколько минут появился командующий ВДВ генерал Маргелов, а также другие ответственные лица. Все были в ужасном состоянии от осознания масштаба трагедии. На борту нашего самолета находились 91 десантник и 5 летчиков, вспоминает генерал-лейтенант Петр Васильевич Чаплыгин. Столкновение произошло на высоте 2910-2960 метров, из чего был сделан вывод, что оба экипажа нарушили установленные высоты при проходе мощных кучевых облаков. Метеорологические условия тогда были такие. Облачность 9-10 баллов, нижняя кромка 1000-1500 метров, верхняя 3000-3700 метров. Расследование причин катастрофы проводила государственная комиссия под председательством маршала авиации Николая Семеновича Скрипко. Как позже было установлено комиссией, причиной столкновения явилось невыдерживание экипажами самолетов Ан-12 и Ил-14 установленных эшелонов полета при обходе мощно-кучевой облачности в усложненных метеоусловиях в зоне пересечения воздушных трасс, а также невыдерживание самолетом Ил-14 заданной высоты эшелона могло явиться результатом неточного выдерживания экипажем высоты по прибору в турбулентной атмосфере в сочетании с погрешностями высотомеров в пределах технических характеристик. Комиссия пришла к выводам о существенных межведомственных разногласиях в области управления воздушным движением и о необходимости совершенствовать методы и технические средства решение задач управления воздушным движением в определенном воздушном пространстве по трассам и вне трасс. Признано необходимым управлением воздушным движением осуществлять при локтевом взаимодействии военных и гражданских диспетчеров на основе информации из одних и тех же источников данных о воздушной обстановке. В итоге было принято постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 24 ноября 1969 года, потребовавшее разработать и срочно принять соответствующие единые нормативные акты. Хотя и реализация таких актов затянулась на долгие годы. Из разговора с сотрудниками наземных служб, управляющих полетом этих самолетов, мне стало известно, что пилот Ил-14 неоднократно запрашивал разрешение на снижение высоты полета, так как на той высоте, на которую он шел, была сильная болтанька. Менять высоту ему было категорически запрещено. Потом было установлено, что командир пассажирского самолета самовольно сменил эшелот. И в результате этой халатности, а я считаю, самого настоящего преступления, произошло столкновение самолетов. Поскольку ни с Ил-14, ни с Ан-12 не было принято никаких сообщений, никаких сигналов бедствия, становится ясно, что события развивались достаточно стремительно, и поврежденным самолетом жить оставалось буквально секунду, добавил Петр Васильевич Аплыкин. По решению командующего ВДВ генерала армии Василия Филипповича Маргелова был начат сбор денежных средств на постройку памятника погибшим военным. Всего удалось собрать 250 тысяч рублей, а через год после катастрофы на месте падения Ан-12 был установлен памятник, представляющий собой комплекс из стелы и стены длиной 8 метров. На стене изображены два барельефа, фигуры коленепреклонной матери и десантника, а также надпись «Вечная память героям-десантникам и летчикам». Рядом с памятником расположена площадка с 96 мемориальными плитами с именами погибших. Рядом с памятником погибшим военным установлен памятный камень и часовник Василия епископа Рязанска. Памяти погибшим пассажирам и пилотам Ил-14.